Всем привет, друзья! Добро пожаловать на этот канал. Меня зовут Александр Доринкин и мы говорим о очень интересных темах здесь. Об образовании, об иммиграции, об изучении языка по всему миру. И сегодня будет очень важная тема для многих из вас. Поэтому давайте не будем все откладывать в долгий ящик. Поехали! Тема звучит следующим образом. 5. В этом видео мы рассмотрим 5 плюсов получения образования за границей. И первый плюс, я даже здесь себе его записал, овладение иностранным языком на профессиональном уровне. Если вы учите из заграничного вуза, вы точно овладеете иностранным языком на профессиональном уровне. Когда я учился в школе или в университете, я учил немецкий язык и мне казалось, что я знаю немецкий язык. После этого я решил изучать английский язык. И когда я приехал в Австралию, я живу уже долгое время в Австралии, я думал, что я знаю, как говорить на английском языке. Но это не был настоящий английский язык. Когда я пошел в университет, я осознал, сколько же я не знаю. И после обучения, после выпуска из университета в Австралию, я понял, что наконец-то я смог профессионально владеть английским языком. То же самое будет и с вами. Это огромный плюс получения образования за границей. Иными словами, шутки в сторону, вы начинаете учиться, вы начинаете овладевать языком и использовать его на профессиональном уровне. Или вы, или ваши дети. Идем дальше. Второй плюс получения образования за границей, это диплом заграничного вуза и карьерные перспективы. Для вас и опять-таки для ваших детей. Если вы учитесь за границей, у вас большая вероятность, что вы сможете построить карьеру за границей. В той стране, где учитесь, или в третьей стране. Либо вы можете вернуться обратно и применить свой опыт и практику у себя дома. Уже зная язык другой страны, уже имея заграничное образование. Соответственно, ваша зарплата изначально будет выше. Третий плюс получения образования за границей звучит следующим образом. Представьте, вы учитесь в той же Австралии, или в США, или в Новой Зеландии. У вас будет возможность встретить людей со всего мира. И стать друзьями с теми людьми со всего мира. Лично я обучался в Австралии. Сейчас у меня живут друзья по всему миру. Кто-то остался в Австралии, кто-то уехал к себе в страну. И сейчас, неважно, куда я поеду, в Колумбию, в Бразилию, в Мексику, в Китай, во Вьетнам, в Японию. Я всегда могу позвонить своим друзьям, с тем, с кем я учился, и остановиться у них. Если у нас есть какие-то общие бизнес-интересы в будущем, мы также сможем помочь друг другу. И это огромное-огромное преимущество жить в 21 веке и строить карьеру, иметь связи по всему миру. Это очень и очень важно в 21 веке. Это является очередным плюсом получения образования за границей. И следующий плюс получения образования за границей, я написал большими буквами себе, опыт жизни в другой стране мира. Я вам гарантирую, ребята, в 100% из 100, даже не 99, уважаемые родители, а 100%, 100% из 100, если вы поживете хотя бы год за границей, вы станете другим человеком. Вы сможете и будете смотреть на мир под немного другим углом, вы расширите границы вашего мира, вы многое осознаете, многое поймете, вы получите уникальный и бесценный опыт, который не купишь ни за какие деньги, жизни, учебы, работы за границей. И этот опыт поможет вам в построении вашей успешной жизни в будущем. И пятый плюс получения образования за границей, я напишу здесь большими буквами, иммиграция, под звездочкой. Почему? Потому что иммиграция не всегда возможна при получении образования за границей, но однако же она может быть возможна, если вы правильно выберете программу и звезды так сойдутся, что вы станете гражданином другой страны. В данном случае, в моем случае, это была Австралия, я приехал в Австралию, я изначально не планировал оставаться в Австралии. Мне важно было получить все плюсы, которые я перечислил до этого и вернуться обратно к себе в Россию, уже применив всю теорию и навыки, которые я получил в Австралии. Но мне понравилось в Австралии, я решил остаться в Австралии, стать ее гражданином. И так получилось, что программу, которую я выбрал, по сути, я продолжил ту программу, которую и изучал в России. Та программа была в иммиграционных списках, я набрал нужное количество баллов, подал на иммиграцию, получил иммиграцию, стал гражданином Австралии и теперь наслаждаюсь жизнью в этой стране. Поэтому это также плюс получение образования за границей, это не всегда, но может вести вас к вашей иммиграции. Также наша команда занимается образованием за границей в австралийских государственных вузах, а также в вузах в Ирландии, Мальте, Канаде и других странах. А также у нас более 100, да-да, более 100 школ, уважаемые родители, по изучению английского языка по всему миру. Если ваш ребенок хочет поехать в ту же Австралию или в Канаду, сначала он должен выучить английский язык до должного уровня. И что мы делаем в этой связи? Мы отправляем ребят в центр изучения английского языка, в глобальный центр изучения английского языка, это Мальта. У нас более 10 школ на Мальте, в которых существуют специальные программы подготовки для ребят для обучения за границей в англоязычной среде. Эти программы рассчитаны на 24 недели. Как на Мальте, у нас есть такие программы и в Ирландии. Вы можете приехать, подготовиться, улучшить свой английский язык и после этого поступить на учебу за границу. И мы также с этим поможем. Мы работаем бесплатно, так как наши ребята в любом случае получают комиссию от университетов или языковых школ. Но наша задача помочь вам и выбрать правильную школу, которая подходит под ваши параметры и параметры ваших детей. Надеюсь, что это видео было вам полезно. И привет из Сиднея, увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»